МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Эдуард Митель. Я Инарод Усумова. В начале выпуска коротко о главном. Аким Костанайской области Нуралы-Саду Акасов признался, что выкупил матрешку со своим изображением и попросил художника больше не делать такое без его согласия. Депутаты областного масляхата озаботились дальнейшей судьбой села Усихина, которая расположена в Зеленовском районе. Тариф на проезд в городских автобусах, возможно, в этом году останется прежним. Для пассажиров эта новость приятная, а вот для перевозчиков не очень. Аким Костанайской области Нуралы-Саду Акасов признался, что выкупил матрешку со своим изображением и попросил художника больше не делать такое без его согласия. По информации СМИ, в конце сентября этого года в Костанайской областной библиотеке прошла выставка художников Шелуновых, на которой можно было увидеть матрешку высотой 20 сантиметров с изображением Акима Костанайской области. Подробнее расскажет Бауржан Шайхмет. Около двух лет назад подобный инцидент произошел в городе Рудном Костанайской области. В новой местной церкви на настенных фресках нарисовали экс-Акима Сергея Кулагина. Когда эта информация дошла до чиновника, он попросил закрасить фреску. А Аким Саду Акасов просто выкупил матрешку. По словам художника, заказ на матрешку сделал неизвестный человек, но потом он ее не забрал. Аким на матрешке изображен в парадном чапане, в расшитом рубинами и кораллами. Цена матрешки на выставке составляла 50 тысяч тенге. Что касается матрешки, я в принципе не имею к этому никакого отношения, потому что как только об этом узнал, я направился туда своего помощника, попросил его выкупить, я выкупил ее, и попросил автора по возможности больше без моего согласия этого не делать. Я не знаю, как еще нужно было в этом отношении поступить. Что касается закрытия выставки, точно так же он говорил, что никаких поручений я по этому поводу не дала. Все, что касается вокруг этого раздавания каких-то разговоров, ну это удел, наверное, журналистов, которым эта информация нужна. Я к этому отношусь очень-очень спокойно. Второй неудобный вопрос касался обедов чиновников в ресторанах. Ранее в Костанайской области со скандалом уволили чиновника, который слишком много ел. Зам Акима Камыстинского района за несколько дней потратил на завтраки, обеды и ужины полтора миллиона тенге. И все бы ничего, но эти деньги Долитпай Кульманов взял из бюджета. А когда его разоблачили, пытался списать траты на проведение сельхозмероприятий. Кто трапезничал вместе с Зам Акима в столичных ресторанах, чиновник предпочел оставить в секрете. Я бы хотел ответить на тот вопрос, правда или неправда в отношении того, что здесь принято каких-то вип-персон приглашать и так далее, и так далее. И почему там полтора миллиона обошелся или кто-то найти веще потратил. Во-первых, бюджетных денег никто туда не направляет. За проведение ярмара каждый год отвечает два или три района Костанайской области. Несут какие-то организационные расходы. И никаких вип-персон туда не приглашают. Только что устроит, есть люди, которые давно здесь живут, 70-летние, 80-летние наших закалок, которые давно являются выходцами нашей Костанайской области и проживая здесь. Это вот именно проведение ярмарок мы проводим такие встречи. Такие встречи, да. Такая разница, ресторан или какое-то другое место. И третий неудобный вопрос касался места парковки. Как заметили журналисты, машина Акима представительского класса во время брифинга была припаркована на месте для инвалидов. На что Аким ответил, что этот вопрос нужно адресовать водителю. Я не обратил внимания, потому что был занят предстоящим брифингом, ответил чиновник. Боржан-Жай Ахмед Анизатоспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Уведомления о наличии штрафов будут рассылать казахстанцам на мобильные телефоны. А в суды казахстанцев теперь будут приглашать с помощью СМС. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Аскар Жумагалиев. Он отметил, что мобильное правительство приблизит госуслуги к населению в силу того, что в казахстанских городах очень сложно встретить людей без мобильного телефона. Сегодня населению предоставляется уже 13 услуг. Еще 50 услуг будет сформировано до конца 2014 года. И к 2020 году 40% электронных услуг и сервиса будет предоставляться именно через мобильное правительство. Также Жумагалиев отметил, что у казахстанских чиновников появится мобильное рабочее место. В настоящее время услугами мобильного правительства пользуются 350 чиновников, которые могут подписывать документы со своего планшета вне офиса. В этой системе имеется возможность согласовывать нормативно-правовые документы, в том числе и постановления. Будет позволять подписывать письма, пользуясь планшетом, не находясь в своем конкретно рабочем месте, а предположим, находясь где-то там на пути из парламента и на пути к правительству, государство служащий, руководитель сможет подписывать документы. Быть или не быть, сегодня этот гамлетовский вопрос стал перед депутатами областного маслехата. Народные избранники озаботились дальнейшей судьбой села Усихина, которая расположена в Зеленовском районе. В этом населенном пункте проживает всего 11 человек, и по закону его необходимо упразднить. Но не тут-то было. Наш корреспондент Роман Копняев расскажет подробнее. Вроде бы по закону все правильно. В селе не проживает необходимых 50 человек для того, чтобы оно наносило статус населенного пункта. Его необходимо упразднить, считают в Акимате Зеленовского района. Там не зависит ни одного предпринимателя, нет ни одного крестьянского хозяйства. Вода привозная. Имеется четверо школьников, которые обучаются в селе Переметном, осуществляется подвоз. Там, в принципе, ни налогооблагаемой базы нету, ни перспективы расширения налоговой базы, ни перспективы расширения социально-экономического развития, потому что население туда не переезжает. Но неожиданно простое решение оказалось сложным для депутатов. Половина из них высказалась против упразднения села Усихина. Ведь лиши этот населенный пункт статуса, тогда можно туда и почту, и воду не привозить, и даже дорогу не очищать. Тогда и решили депутаты послать в село комиссию, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Также депутаты выслушали отчет руководителя управления занятости и социальных программ Кемила Садбекова. На 1 октября этого года было создано более 8300 новых рабочих мест. С начала года трудоустроено около 10 тысяч человек, в том числе отделами занятости почти 5 тысяч человек, по программе дорожной карты занятости 2020 более 5 тысяч человек. На общественные работы из числа безработных привлечено свыше 6 тысяч человек, из направленных на общественные работы 83,6% из сельской местности. Но депутаты и здесь не согласились с радужными цифрами. Вот так вот нагружать расходную часть бюджета, не создавая его доходную часть. Поэтому вот эту всю в этом вопросе программу надо пересмотреть. Вы посмотрите, значит, одного и того же человека мы его сделали инженером, его сделали бухгалтером, сделали его библиотекарем. Кем бы его только ни сделали, одного человека 20 раз обучить, он все равно работать не будет. Но после всех споров настал черед и для приятного. Депутатов областного маслехата наградили юбилейной медалью, посвященной 20-летию маслехатов страны. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уральцы не помещаются в общественный транспорт. Жители частного сектора микрорайона Зачиганск жалуются на переполненные микроавтобусы 36 маршрута, обслуживающие район птицефабрики. В часы пик утром и вечером в салонах «Газели» просто не остается места для всех, кому необходимо добраться в город. Подробнее в сюжете Антона Киселева. Движение автобусов по 36 маршруту раньше заканчивалось в микрорайоне Арманы. Жителям, проживающим дальше, приходилось пешком добираться до остановки. Но численность населения там выросла, учитывая, что и в дачных массивах стали проживать круглогодично. Поэтому в марте прошлого года, идя навстречу горожанам, депутатами городского маслехата, 36 маршрут был продлен до жилого массива в районе птицефабрики, условно называемого в городе микрорайон Зачиганский. Теперь возникла иная проблема. Вообще 4 минуты промежутки между «Газелями», но 4 минут нет. Иногда бывает 4 минуты ездить, иногда прямо полчаса стоим ждем. Утром вообще, с 7 часов они только вот, на конечную только ездят, начинают только с 7 часов, а мы уже на работу должны приехать. А водители маршруток в ответ разводят руками, потому как ничего не могут сделать. Далее «Газели» ездят на «Газелях». Автобусов, в которые поместились бы все пассажиры, пока нет. Иногда водители работают себе в убыток, потому как пассажиры в основном ездят только до рынка, а это лишь половина маршрута. Вторую половину машины едет пустой. Ну мы утром, если даже по 3 минуты, когда поедем отсюда, мы только вот до города отсюда, их туда повезем, а дальше у нас пустой машина. Если на 2 машины по 3 минуты даже, дальше мы никого не берем в утреннее время. В городском отделе ЖКХ о проблеме знают и сейчас ищут решение. Пока в планах пускать на маршрует два автобуса ПАС для обслуживания частного сектора в утренний час пик. Сейчас принято решение, вот буквально с сегодняшнего дня должны были на линию дополнительно выйти два автобуса ПАС, которые будут утром в часы пик выезжать, прямо с центра этого поселка будут выезжать. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. А в то время, пока ЖКХ решает проблемы населения, недовольными остаются сами пассажироперевозчики. Некоторые из них обратились с иском в суд на бездействие коммунальщиков. Якобы они с начала года специально не рассматривают заявки на повышение цен. Но это ни к чему не привело. Иск по отношению к ЖКХ был удовлетворен, а вот вопрос о повышении стоимости проезда пока остался открытым. Как следствие, тариф на проезд в городских автобусах, возможно, в этом году останется прежним. Для пассажиров эта новость приятная, а вот для перевозчиков не очень. Олег Великий с подробностями. К примеру, городской автобус номер 4 несет убыток почти в 40%. Маршрут номер 22 пока только 15%. Его спасает чуть больше пассажиропоток. На предприятиях работают тысячи людей. А зарплаты не повышаются. Они ниже средних по области почти в половину. У нас из бюджета платят железнодорожный транспорт поддерживать. Из бюджета платят авиатранспорт поддерживать. Из бюджета платят водно-хозяйственный транспорт поддерживать. А почему-то автомобильный транспорт, потому что автомобильный транспорт полностью частный, может из-за этого не поддерживать. Девальвация нет опускать, удорожание других запасных частей нет опускать, удорожание ГСМ нет опускать. Но раз в рыночной системе мы живём, надо же всё-таки думать об этом. Затраты не покрывают не только городские автобусы, но и поселковые. Да настолько, что в некоторые сёла, к примеру, Достык и Фёдоровка, пришлось запустить микроавтобусы. Интересы пассажиров, к сожалению, не учитывались. Ну, ходит вот он, маленький автобус. Начинал большой, народу было много, цена вроде бы нормальная была. Потом маленький стал, сейчас кто как уезжает, приезжает. Хотелось бы вам, чтобы опять большой ходил? Ну, большой, наверное, всем охотно, безусловно. Это не только мне. Там большой автобус, и приятно, и сидишь, и сиденья всем всегда хватает. Смена большего автобуса на меньший – вынужденная мера. Пассажиропоток значительно уменьшился. Но вот, к примеру, самый первый автобус, который приходит в посёлок Достык в 7 утра, маленький и не может вместить всех пассажиров. Не поместившимся, по мнению директора автопарка, нужно пользоваться такси, либо ждать следующего рейса. На данный момент стоимость такси, стоимость автобуса почти одинаковая. Понимаете? И люди, в принципе, они, как сказать, можно объединиться и ездить на одной машине. Договариваются они. Вот люди собираются, из дома их забирает этот такси, и поэтому они пользуются услугами такси. Поднять стоимость на проезд в село можно, если бы автобусы субсидировались государством. А так смысла нет. Цена на поселковые автобусы пока также остаётся без изменений. К примеру, сейчас стоимость проезда на автобус в село Достык составляет 130 тенге. Такси же берут с пассажиров 200 тенге. Разница, в принципе, небольшая. Но если увеличить стоимость проезда на автобус, тогда люди вообще перестанут пользоваться общественным транспортом и полностью отдадут предпочтение такси. По словам перевозчиков, тариф не обязательно повышать до предела. Этот вопрос можно решить субсидированием со стороны государства. К примеру, в таких городах, как Алматы и Астана, государство субсидирует перевозчиков из бюджета. Олег Великий, Алтамбик Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск, и вот что вы увидите далее. В Уральске через инсультный центр, который открылся в этом году, уже прошло 970 пациентов. В сити-центре состоялось открытие нового ультрасовременного кинотеатра «Синема Парк». В честь этого события вход для всех зрителей сделали бесплатным. В Уральске через инсультный центр, который открылся в этом году, уже прошло 970 пациентов. Люди, у которых есть подозрения на инсульт, отныне могут получать круглосуточную медицинскую помощь. Врачи тревожат, что болезнь молодеет. Самой молодой пациентке исполнилось только 15 лет. Слаженная работа врачей скорой помощи инсультного центра приносит свои плоды. В день сюда привозят до 10 больных. Из заболеваний сердечно-сосудистой системы инсульт самый коварный. Из 100 больных 70 на всю жизнь остаются инвалидами. За 9 месяцев работы нашего инсультного центра у нас в отделении прошло 970 больных. Это намного больше по сравнению с прошлым годом. Во-первых, это связано с тем, что мы работаем по новому алгоритму. Вне зависимости от возраста, то есть возрастных ограничений нет. И по становятся нам доставляют больных со всех районов нашей области. Из вот этих больных, которые поступивших, мы провели 5 тромболизисной терапии по новому алгоритму. То есть успешно провели. То есть после этой терапии у больных менее выражен дефицит неврологический, то есть инвалидизация меньше. При диабете и артериальной гипертонии риск возникновения инсульта возрастает. Врачи советуют больным при проявлении характерных симптомов сразу же вызывать скорую. Головокружение, нарушение речи и координации – это первые признаки угрозы инсульта. 76-летняя Зинаида Овчинникова попала в областную больницу с давлением 190 на 110. Сейчас женщине стало лучше. Небольшой инсульт. Я только стала чуть-чуть говорить. А то я не могла говорить. Рука не работала. А с воскресенья у меня подняли. Я стала говорить, стала ходить нормально. Сейчас хорошо. Всё очень хорошо сделали. И лечат хорошо. В последнее время инсульт молодеет, поэтому вовремя поставленный диагноз помогает вовремя начать лечение. Самая молодая больная у нас была 15 лет. Перенесла инсульт. У неё был левосторонний паралич. Но в последующем полном восстановлении. Полностью она восстановилась больная. 15 лет – в самый молодой возраст. Инсульт всегда бьёт неожиданно. Но врачи уже научились с ним бороться. Роман Копняев, Айбула Джигапар, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42. В Уральске продолжаются работы по реконструкции дорог. По данным сотрудников дорожной полиции, по областным дорогам ведётся капитальный ремонт трёх участков. 23 километра участка Жимбиты-Каратюбе, 17 километров Аксай-Чингерлау и 37 километров участка Чапаева-Жангала-Сайхин. По республиканским дорогам дорожная разметка и знаки в полном объёме. А вот в городе этим вниманием охвачены не все улицы. Марина Горбук подробнее об этом. В областном центре ведутся работы по капитальному ремонту проспекта Евразия, улицы Косталовская, Шубина, Алматинская. Также ведётся реконструкция дороги, ведущей на посёлок Дерку. В текущем году проводится большая работа по капитальному ремонту, реконструкции автодорог области. К примеру, сам Марш-Имкент в текущем году 32 километра заканчивается. Буквально на следующей неделе будет её приём в эксплуатацию. Это международное значение трассы получается в настоящее время от границы с Самарской областью до границы с Актюминской областью. Дорога полностью отреконструирована. Также проводится реконструкция автодороги республиканского значения Чапаева-Косталовка 60 километров, Косталовка-Женебек 20 километров. На время дорожных работ убираются знаки и пешеходные переходы. Это чревато последствиями на дорогах с большим транспортным потоком, какой является, к примеру, дорога, ведущая в посёлок Дерку. Подобная ситуация наблюдается и в центре города. Примером является улица Петровского. Ремонт дороги здесь уже сделано, но сейчас, несмотря на большую проходимость машин, там отсутствуют дорожные знаки и пешеходная зона. Из-за отсутствия тротуаров пешеходам приходится ходить практически по обочине проезжей части. Поэтому ограничение скорости движения здесь просто необходимо. Об этом говорят и сами водители. Конечно, нужно ограничение. Знак нужен. Везде вот как и ссор ограничение, ссор должно быть. А то здесь люди переходят, переходные пешеходные тут здесь, поэтому нужно ограничение, конечно. Сейчас вот дорогу нормально сделают, везде вот быстро ездят все. Недостача пешеходных зон и знаков ограничения скорости ежедневно приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Причём не только с участием автомобилей, но и пешеходов. Марина Горбук, Даурен Дусимбиев, Александр Грабурев, ТДК-42. С начала действия в Уральский центр женской адаптации обратилось около 300 женщин. Центр, построенный в Уральске, третий в Казахстане. Сейчас в республике планируется открыть ещё несколько таких центров. На содержание местного адаптационного центра в текущем году было выделено 13 миллионов тенге. О том, как действует центр, расскажет Марина Горбук. В экстренных случаях, например, в случае бытового насилия, принять в центр женской адаптации могут в любое время суток. Но приём осуществляется только после обращения к участковому, либо в центр занятости населения. Сейчас на временном проживании в центре находятся три женщины, среди которых Анастасия Ерёмина. Её доставили в центр буквально с берега Урала, где она с мужем и тремя маленькими детьми оказалась после ссоры с родственниками. Сейчас её старшая дочь ходит в подготовительный класс. Младших дочек записали на очередь в детский сад. Мы сперва с матерью жили, потом поругались с ней, ну она нас выгнала, короче говоря, вот. Идти некуда было, на Урал пошли жить. Ну там палатка у нас, ну всё было там. Вот с мужем жили. Ну потом вот узнал газеты, что мы там находимся. Потом телевидение приехало, и вот так вот нас сюда нельзя, Карина. И вот пока сюда время привезли. Не знаю, если бы мы там были, наверное, не знаю, потом где бы вообще оказались. Начали, я даже не знал, что есть центр такой вот, помогать. Сейчас центр рассчитан всего на 10 койко-мест для временного проживания. Сюда обращается не только женщина Уральска, но и из других городов Казахстана. Были случаи, когда за помощью обращались и Зактубе, Караганде и Костанай. В центре работают педагог, повар, врач, юрист и психолог, которые оказывают необходимую помощь, причем не только тем, кто оформлен на проживание, но и просто обратившимся за консультацией. Обратиться в центр можно по телефону 51 54 94. Также действует круглосуточный телефон доверия 51 93 59. Основным контингентом женщин, которые поступают к нам в центр, это женщины, которые подвергаются бытовому насилию. Здесь с ними проводится в первую очередь диагностическая беседа. Проводим коррекцию эмоционального состояния женщины. Вы знаете, они поступают в состояние подавленности, тревожности, раздражительности, с чувством страха, опасения. И в первую очередь мы пытаемся снять это состояние эмоциональной, негативной эмоции. Проводим с ними индивидуальные и тренинговые работы групповые с женщинами. Основными вопросами, которые обращаются к нам, это о расторжении брака, о взыскании алиментов и разделе имущества. То есть это как пишется заявление, куда подается, какие документы предлагаются. Вот эти все вопросы мы здесь помогаем им, консультируем, помогаем им решать. Женщины по факту бытового насилия могут обратиться к своему участковому инспектору по месту жительства, который в любое время суток может доставить к нам сюда в центр, и мы примем их сюда. Также принимается по направлению полномочного органа. Это отдел занятий социальных программ города Уральска. Директор Центра адаптации отмечает, что большое количество обратившихся – люди из районов, которые в силу сложившихся обстоятельств нуждаются во временном месте проживания. Но принять в Центр адаптации их не могут, поскольку финансируется он только из городского бюджета и не рассчитан на содержание людей из-за пределов города. В течение четырех дней проходил чемпионат области по волейболу среди мужских команд. Сегодня определился чемпион Западной Казахстанской области 2014 года. Анна Мордвинчева побывала на спортивной площадке. В соревнованиях приняли участие девять районных команд и две команды города – областная детско-юношеская спортивная школа и КАС «Трансойл». Команды были разделены на две подгруппы, чтобы провести как можно больше игр. Каждая команда сыграла по пять игр, после чего определились финалисты и полуфиналисты. Не приехали команды Чингерлауского, Акжаикского и Сырымского районов. Команды повысили свой уровень. Это команда Касталовского района. Очень хорошая команда Тоскалинского района, Бурлинский район, традиционно Зеленский район. И хороший уровень показывает областная детско-юношеская спортивная школа. Она выступает как сборная города. За третье и четвертое место на площадке сошлись в упорной борьбе команды Бурлинского и Касталовского районов. Игры проходили напряженно. Обе команды не уступали друг другу, идя очко в очко. Но все же чуть сильнее оказалась команда Касталовского района. 2-0 в их пользу. После них на площадке прошли игры за первое и второе место. В первой партии с разницей 8 мячей выиграла команда Зеленовского района. И с большим преимуществом во второй партии тоже выиграли они. Итоговый счет встречи 2-0 в пользу игроков Зеленовского района. Зеленовцы всегда лучшие. В прошлом году, в 2013 году, наша команда Зеленовского района во всех областных соревнованиях выиграли все чемпионаты, все турниры. Я рад. Мы не только я, все наши жители района. Мы сыграли под группой пять игр подряд. С нами играли Джанбекский район, Жопокталский район. Особенно тяжело было с Джанбекским районом играть. Потом с подгруппы вышли в финале, отыграли опять же с Джанбекским районом. Игры проходили на высоком уровне. Команды тоже все с района, которые они тоже хорошо, хорошее мастерство показали. Мы выиграли с трудом. Чемпионский кубок, как и в прошлом году, уехал в Зеленовский район. Чемпионы и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями. Также коллеги и судьи были определены лучшие игроки турнира. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В сети-центре состоялось открытие нового ультрасовременного кинотеатра «Синема Парк». В новом кинотеатре на шесть залов три зала работают в 3D-формате. Наши корреспонденты посетили новый кинотеатр вместе с первыми руководителями города и области. Открытие «Синема Парка» стало значимым событием для города и области. Самый большой кинотеатр в самом большом торговом центре Уральска посетили первые руководители областного и городского акиматов. Кстати, этот проект в 75 миллионов тенге получил государственную поддержку по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Зрители по достоинству оценили преимущества современного кинотеатра. Звук в формате «Долби Сюраун» дает ощущение, что действие разворачивается прямо перед тобой. Изображение частотой в 48 кадров в секунду очень яркое и динамичное. Для приятного просмотра в фойе кинотеатра работает кафе, где можно приобрести попкорн, чипсы и напитки на любой вкус. Первый кинотеатр, в котором есть шесть больших кинозалов. Экраны очень большие, посадочное место тоже. Я уже туда ходила, мне очень понравился звук, комфортно сидеть, очень приятно смотреть фильм. Очень хороший зал, только что недавно пришли, и очень понравилось. Крышло очень удобно, и экран мне очень нравится, все четко, четко все показано, чисто. Мы довольны. Мы довольны, что мы с вами. Очень рады, что у нас сегодня получилось к нам прийти. Новый кинотеатр взял курс на удовлетворение потребностей самого искушенного зрителя, поэтому фильмы здесь будут показывать самые лучшие. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости вы всегда сможете узнать на нашем электронном сайте по адресу www.tdk42.kz. Всего доброго и до свидания. Имидж ведущих подготовлен салоном красоты и гламур. Адрес – город Уральск, улица Алмазова, 71, телефон – 54-72-78. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Спонсор прогноза погоды – аптечные маркеты «Биосфера». Это аптеки нового поколения, многопрофильные центры здоровья и красоты. Адрес – это аптеки нового поколения. Спонсор прогноза погоды – аптечные маркеты «Биосфера». Это аптеки нового поколения, многопрофильные центры здоровья и красоты. Адрес – это аптеки нового поколения, многопрофильные центры здоровья и красоты. Спасибо за просмотр!